София Рацик студентка Уникальная возможность найти работу мечты или определиться с выбором будущей профессии здесь и сейчас. На Всероссийской ярмарке трудоустройства представлены более 400 вакансий. На рынке профессий наряду с мелкими предприятиями соседствуют и большие компании. Значимой является поддержка самим центром занятости и предпринимателей мелкого звена. Организаторы масштабной площадки уверяют, работа есть для всех. Каждый найдет сферу деятельности по душе. Никаких особенных документов не нужно. Заинтересованные в вакансии обмениваются лишь контактами. Ярмарка трудоустройства – это прекрасная возможность пообщаться напрямую с работодателем и задать интересующие вопросы. Сергей Аганесян тоже на рынке вакансий не случайно. Недавно вернулся с передовой. На фронт ушел добровольцем в 61 год. Сейчас присматривается к работе в лесной охране. В душе охотник на деле, как оказалось, наш коллега. До специальной военной операции работал военным корреспондентом на телевидении. Сейчас же трудится в военкомате. Я решил перейти плавно. Во-первых, действительно заниматься своим делом, не уходить совсем как бы в запас, хотя сейчас я лицо гражданское. Но мой военный комиссар, в общем-то, даже очень поддерживает то, что я хожу на работу по форме. Люди, которые приходят добровольцами, люди, которые приходят, только принимают для себя решения, они уже видят своего. Лариса Туманова успела побывать и на других площадках, посвященных трудоустройству, в том числе на выставке «Россия». Масштаб Одинцовской ярмарки впечатлил. Это как бы мини-площадка той выставки России, которая является вообще всероссийской площадкой. У нас сегодня три площадки. Это является флагманской. И Одинцово, конечно, покоряет сердца как работодателей, так и тех, кто ищет работу. Масштабно и на протяжении четырех дней в Подмосковье проходил федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. На 19 площадках в разных городах региона было представлено более 5000 вакансий от 350 крупных работодателей региона. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.